Образ Христофора Кенокефала Среди многочисленных христианских изображений, которые иной раз вызывают ассоциации с Древним Египтом, встречается образ святого Христофора Кенокефала, то есть Псеглавца. Этот зооморфный святой не одинок. Достаточно вспомнить изображения евангелиста Луки с головой быка и евангелиста Иоанна с орлиной головой, выполненных в манере напоминающей нам древнеегипетские изображения зооморфных божеств. Исследователи обычно сопоставляют святого Христофора Кенокефала с древнеегипетским собакоголовым богом Анубисом, не проводя, однако, достаточного литературно-филологического анализа житий и легенд, связанных с его именем. В русских иконописных подлинниках мы находим любопытные указания иконописцам, как писать образ святого Христофора. Главая Песия. Во бронях. Крест в руке, а в другой меч в ножнах. И еще. Млад, как Дмитрий, Риза Бакан. Из-под празелень. А Инди пишется. Песья голова. Волосы по плечам, как у девицы. Вооружен в доспехе. В правой руке крест. В левой копье. А копье у него процвело. Риза Багор Красин. Из-под лазер. Источник Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Буслаев указывает, что на Руси святого псеглавца называли также лютовзором, богоносцем. И Христофор довольно часто изображался вместе с Дмитрием Солунским. Псеглавый святой изображается в полном воинском доспехе. Поверх кольчуги наброшен плащ, который своими пышными складками окутывает фигуру, оставляя ноги, обутые в сапоги, открытыми. Собачья голова, увенчанная нимбом, поднята кверху, пасть оскалена. В правой руке святой Христофор держит длинное копье. Иногда меч. Вид и гордая осанка псеглавого воина скорее напоминает владительного князя, чем святого. Иной раз святой псеглавец изображается без воинских атрибутов. В этом случае собачья голова трактуется без признаков свирепости. Отметим, что подобные изображения встречаются только в греко-православной церкви, символизируя верность и преданность святого Христофора как воина, защищающего христианскую веру. На западе святой Христофор изображался как человек огромного роста, несущий на плечах младенца Христа. Так на одной из гравюр Дюрера святой Христофор в виде бородатого великана с огромным стволом дерева в левой руке и в развивающейся по ветру одежде переходит вброд через реку, обративший лицо к младенцу Христу, стоящему у него на плечах. Изображений подобного рода с незначительными вариациями весьма много можно найти на западноевропейских гравюрах и в живописи. Святой Христофор почитается как в ортодоксальной, включая и русскую православную церковь, так и в католической церкви. Католическая церковь празднует память святого 25 июля, а православная – 9 мая. Основные черты жития святого Христофора суть следующая. Язычник по имени Арепрев был крещен антихийским епископом Вавилой с именем Христофора. Христофор был воином, потом помощником при переправе через реку, но особенно прославился как проповедник, обращая в христианскую веру жителей Сирии и Ликии. Во времена императора Деция, около 250 года н.э., в период гонений на христиан, он был схвачен за свою проповедническую деятельность и после мучений казнен. По одной версии расстрелян из лука, по другой обезглавлен. По преданию, мощи его находятся во Франции в аббатстве Сен-Дени. Почему же святой Христофор иной раз изображается как кинокефал? Ответ на этот вопрос мы постараемся найти в многочисленных версиях жития святого Христофора и легендах, возникших вокруг его имени. В сборнике житий святых, составленных отцами-баландистами относительно происхождения святого Христофора, мы читаем, Во времена правления Дагна в государстве Само, пришел некий человек и обратился к Богу, чтобы примять святое крещение. Святой Христофор был хананейцем, либо он происходил из страны кинокефалов. Рассмотрим сначала версию относительно собачьей головы у святого Христофора. Баландистская версия его жития рассказывает о том, что святой Христофор просил Бога даровать ему чудо, чтобы язычники уверовали в истинность его проповеди и приняли христианство. На глазах у изумленной толпы произошло чудесное изменение облика святого Христофора. Его голова превратилась в собачью, а тело осталось неизменным. И увидевшие святого устрашились, ибо облик его изменился. Увидели, что у него тело человеческое, а голова же собачья. Схожая легенда бытует на острове Кипр в селении Терзофану, где в местной церкви святого Георгия есть икона святого Христофора собачьей головой. Легенда рассказывает, что святой Христофор жил в отшельничестве, но его красота прельщала поселянок, которые влюблялись в него. Чтобы избежать соблазна, святой Христофор упросил Бога изуродовать его, и Бог не спаслал ему собачью голову. Интересно отметить, что в данном случае изменение облика святого Христофора играет роль противоположную аналогичному чуду баландистской версии. Из этих двух легенд можно заключить, что до совершения чуда святой Христофор имел человеческий облик. Однако в целом в ряде источников мы найдем указания, что святой Христофор был кенокефалом по происхождению. В вышеуказанном источнике отмечено, что святой Христофор был кенокефалом из страны пожирателей людей, из рода кенокефалов, из страны антропофагов, но тверд в вере и всегда словословил Богу. Аналогичные сведения мы находим в паперброхской рукописи, хранящейся в Ватиканской библиотеке. Муж кроткий из рода кенокефалов. Эти сведения сообщила эдинбургский профессор Тальбот Райс. Эти легенды широко распространились по христианскому миру. Ирландская версия жития святого Христофора повествует нам о том, что святой был из страны собакоголовых, где жители обладают собачьей головой и человеческим телом. Христофор этот был из страны псиглавцев, народа, имеющего голову собаки, а тело человеческое. Аналогичный образ святого Христофора с собачьей головой встречаем мы в провансальской версии. Он, святой Христофор, обладал устрашительным видом и собачьей головою. Арабский якобитский синоксарий отмечает, что святой Христофор происходил из страны, где пожирают людей и собак. В апокрифических деяниях апостола Андрея и Матфея упоминается о проповеднической деятельности апостолов в городе Антропофагов. Сирийская версия называет этот город «город собак». В русском прологе мы читаем относительно облика и происхождения святого следующее. «И о всем православном мученице глаголится некое чудно и преславно, якопесню главу имеющей от страны человека ядец». Образ собакоглавого святого проник и в поэтические произведения. В X веке Вольтер Шперский стихами и прозой прославляет божественного псеглавца, столь странного своим видом. «Был он велик и, как говорят, обладал острым ликом кенокефала». Что касается хананейского происхождения святого Христофора, то эта версия, несомненно, возникла под влиянием легенды об огромном росте святого и, что весьма любопытно, опять под влиянием представления его собакоглавости. Представление о святом Христофоре как о могучем великане мы встречаем в различных версиях его жития. Так, в золотой легенде, составленной в середине XIII века генуэзским доминиканцем Яковом Варагином, Святой Христофор предстает перед нами великаном устрашающего вида. Христофор родом хананеец, был великанского роста и устрашительного вида, а рост же его достигал 12 локтей. Отметим, что золотая легенда считает святого Христофора хананейцем. Греческая традиция говорит о хананейцах как о гигантах. Подобное представление о хананейцах встречается в немецкой средневековой поэзии. Там они выступают как великаны, сражающиеся с пигмеями или идущими вместе с ними против общего врага. Такое представление, несомненно, оказало влияние на иконографию образа святого Христофора, особенно на западную и на легенды, рисующие его могучим великанам. Эразм Роттердамский, по хвале глупости, упоминает о широко распространенном поверии, что если стоит человеку поглядеть на статую или икону Полифема Христофора, и смерть не грозит ему в этот день. Святого Христофора не только сопоставляли с гомеровским циклопом, но и называли также христианским Геркулесом. Последнее весьма интересно сопоставит с одним из чудес, приписываемых святому Христофору. Оставив службу у нечестивого царя, он благодаря своей силе стал помогать странникам переправляться через поток. Однажды он переносил на плечах ребенка, и ему сделалось так тяжело, что он невольно подумал, что несет на себе не ребенка, а целый мир. Ребенок, а это был сам Христос, развеял его сомнения, сказал святому Христофору, что тот на своих плечах несет не только мир, но и того, кто его создал. Не удивляйся, Христофор, ибо над тобою не только целый мир, но и того, кто создал мир, несешь ты на своих плечах. Интересно отметить, что святой Христофор часто изображался в виде статую, поддерживающей колонну. Одним из таких христианских Геркулесов находился в соборе парийской Богоматери вплоть до XVIII века. В одном латинском гимне святой Христофор именуется гигантом-хананейцем. Согласно латышским народным преданиям, легенда о строительстве Риги, где фигурирует великан, переносящий людей через реку. Однажды ночью великан перенес на плече нищего мальчика, которого приютил у себя в пещере. Утром ребенок исчез, а его ложе превратилось в золото, на которое была построена Рига. Намек на необитчайный рост и силу святого Христофора содержится, вероятно, также и в его имени, которое он носил до крещения – Репрев. Ученый Покровский отмечает, что в этом имени заключается точка соприкосновения между преданиями пролога о мученике Христофоре и западным представлением об исполении Христофоре. Любопытно отметить еще и то, что хананейцев считали псеглавцами. В латинском тексте «Жития святого Макария» страна хананеев, куда пришли три инока, совершающие паломничество к святому Макарию, отождествляется со страной кинокефалов. Итак, перед нами предстает гигант с песей головой. Несомненно, что подобный образ вызывает недоумение и приводил к спорам, рождающим еретические измышления. Ортодоксальная догматика делала попытки устранить эти странные загадочные детали облика святого. Константинопольский синоксарий указывает, что собакоглавый облик святого и его происхождение из земли пожирателей людей следует понимать символически, как состояние грубости и свирепости во время пребывания его в язычестве. Весьма любопытны сведения в иконописном подлиннике, принадлежащем полехскому живописцу Долотову. Христофор млад, как Дмитрий Селунский, и волосы таковые, ризы воинские, верхняя багряная, исподняя прозеленная, в руке крест, а в другой меч в ножнах. Некоторые пишут его главу, имущая песью, подражая прологу, но пролог не утверждает так о быте, но чужое мнение приводит. А с чего сие взято, и кто из достоверных историков сие писал, о том не сказывает, и сие мнится несправедливо. А в Минеях Четих, о том якобы главу песью имел, не писано, и писатель их, святой Дмитрий Ростовский, чудотворец, сие обличая в книге «Розыск», в части 2, в главе 24, говорит. «Не рассудни, иконописцы, а быкаше нелепые писати, якажи святого мученика Христофора с песью глобою, а святой мученик Флора и Лавра с лошадьми, я же суть небылица». В XVIII веке в России ростовский митрополит Арсений Мацеевич называл иконы святого Христофора с песьей головой весьма странными и ужасными, о чем в 1746 году доносил Синоду. Митрополит приказал такие изображения переправить и впредь таковых не писать, чтобы под видом Христофора не почитали песье глобы. А писать бы мученика Христофора противо Диу Дмитрия, как я видел его написано в Киево-Софийском сборе, на столпе стеного письма от времен Ярослава Владимировича. Встречается целый ряд изображений, в которых песья или волчья голова святого заменена на человеческую. Образ псеглавого Христофора вызывает целый ряд ассоциаций с легендами о псеглавцах, которые встречаются у античных и средневековых писателей. Сведений подобного рода великое множество. Возникшие в глубокой древности, они прочно вошли в средневековые космографические сочинения. В византийской этнографии были странные курьезы. Наряду с действительно существовавшими народами в ней представлялись также и фантастические люди об одном глазе циклопы, с пёсей головой кенокефалы, антиподы, живущие под землей и прочее. Как древние, так и средневековые авторы помещают псеглавцев то в Индии, то в Африке. В описании легендарного похода Александра Македонского в Индию упоминается также о стране кенокефалов, люди, которые имеют тело человеческое, а голову собачью. Эту легенду мы встречаем в многочисленных Александриях. Апокалиптические народы Гог и Магог тоже мыслились как псеглавцы. В Псалтирии, изданной при Патриархе Иосифе, среди многочисленных миниатюр встречается изображение страшного суда, на котором вместе со всеми народами присутствуют и кенокефалы. Следует отметить тот факт, что кенокефалы нашли свое место и в средневековой картографии. Так, на карте Рихарда фон Гольдингама XIII век, среди всякого рода дивьих людей, мы находим и кенокефалов. Все авторы отмечают дикий нрав псеглавцев и антропофагию. Павел Диакон рассказывает, что лангербарды во время войны с ассапитами прибегали к помощи псеглавцев, которые как вампиры бросались на врагов и пили их кровь, а не догнав их, в ярости пили свою собственную. Знаменитый венецианец Марко Поло, описывая остров Агамен или Андаман, рассказывает о псеглавцах, населяющих его. «Знайте, по истинной правде у всех здешних жителей и головы, и зубы, и глаза собачьи, у всех них головы совсем как у большой собаки. Злые тут люди. Иноземцев, коль поймают, поедают». Кенокефалы фигурируют и в христианской теологической литературе. Интересно отметить то, что в этих источниках кенокефалы выступают как защитники проповедников христианской веры, так как крещение делает их кроткими и превращает послушных слух и помощников апостолов, и святых. Причем в случае необходимости, например, для защиты от врагов креста, к ним снова возвращается прежняя свирепость. Так, в коптских актах апостолов Андрея и Варфоломея повествуется о том, что, отправившись на проповедь к Парфам, апостолы пришли к Назаренам или Кадаренам или Македонам и стали проповедовать. Однако те схватили их и подвергли мучениям. На помощь им приходит псеглавец из земли кенокефалов по имени Христиан, который на глазах жителей, собравшихся в цирке, пожирает двух львов, предназначенных для казни апостолов. Апостолы обращают псеглавца в тихого юношу, дают ему новое имя и обещают ему Царствие Небесное и вечную славу за помощь, оказанную им. Эфиопская версия этого же апокрифа переносит место действия непосредственно к Парфам, которые изгнали проповедников из своего города. Тогда Бог посылает им на помощь кенокефала ужасного вида, огромного роста, с огненными глазами, с клыками льва и длинными кривыми когтями. Волосы и борода были подобны львиной греве. Апостолы и их ученики Александр и Руф в страхе бежали от чудовища, но кенокефал, удержав учеников, объяснил им, что он прислан им на помощь. Апостолы дают кенокефалу новое имя. Христианин вместо прежнего – Парок. Отправившись снова в город, апостолы закутали кенокефала покрывалом, чтобы он не испугал кого-либо своим видом. Когда жители города натравили на подходивших апостолов львов, кенокефал сорвал покрывало и в ярости убил 603 жителя. Устрашенные жители собрали цирки для слушания проповеди. Видя их покорность, апостолы укращают кенокефала, который по молитве их принимает человеческий облик и становится кротким и покорным. В книге о Марко Поло автор упоминает о потерпевших кораблекрушения и попавших на этот остров. Все они были съедены, только один чудом уцелел. В житии святого мученика Меркурия упоминается о двух кенокефалах, которые верно служили ему и повсюду его сопровождали. Эти легенды о святом псиглавце оказали огромное влияние на легенду о святом Христофоре кенокефале. Мы уже упоминали о причинах, побудивших запрет подобных изображений Христофора. Думается, что главнейшая причина кроется в том, что святому псиглавцу противостоит темный псиглавец, собакоголовый дьявол, столь распространенный в христианской демонологии. В лицевых апокалипсисах встречается символическое изображение ада в виде человекообразного существа с собачьей головой. В апокрифических деяниях апостолов Андрея и Матфея мы встречаем рассказ об изгнании апостолами семи бесов с собачьими лицами из города Никеи. В гностических трактатах упоминаются собакоголовые архонты, демоны, выполняющие на страшном суде карательные функции. Иной раз на миниатюрах дьявол изображается во весь рост, поднятый кверху собачьей головой, в руке странный жезл, напоминающий копье. Такие изображения по своей манере весьма сходны с изображениями святого Христофора Кенокефала. Отметим еще одну черту, показывающую, что образ святого Христофора окончательно не потерял древних представлений о псиглавцах как о какой-то таинственной и страшной силе. Легенда говорит, что глаза святого Христофора сияли как восходящая утренняя звезда. В апокрифической новозаветной литературе это отличительный признак существ темного мира. В апокрифическом хождении апостола Паула по мукам, 15 век, этим признаком наделены карающие ангелы. А часа же их святухуся, аки звезды восходящие за утро. Таким образом, мы можем сказать, что образ святого Христофора Кенокефала двойственен. Старая оболочка скрывает новое содержание. Любопытно с этой точки зрения символическое значение псиглавца, бытующее в Эфиопии. В Адис-Абебе, в церкви святого Архангела Гавриила, на некоторых картинах, на ветхозаветные и новозаветные темы, можно видеть изображение человеческих тел с собачьими головами. Это символически изображает людей с раздвоенным характером. Так что же породило такую двойственность? Ответ на этот вопрос следует искать в Египте. Еще ученый Веселовский, касаясь проблем, связанных с Кенокефалами, считал, что почему бы не допустить в легенду у Якова о песиглавце Христофоре, приносящем через реку странников с палицей в руке, расцветающей последствия изнемогающим под бременем Христа. Точно на его плечах покоился целый мир. Почему бы не предположить во всем этом отражение египетского представления о песиглавом Анубисе, оставляя этот вопрос открытым? Святой Христофор Кенокефал сохранил не только облик Анубиса, но и многие функции древнеегипетского божества, псиглавого или шоколаголового Анубиса и его элистического воплощения, гермиса, психопомпа. Много недоумений вызывал звериный культ Древнего Египта у античных авторов. Особенно ярко это проявляется у Лукиана Самосадского. Эринские боги с насмешкой встречают Анубиса, явившегося в собрании богов. Египтянин с собачьей мордой завернутый в полотно. Ты кто такол, милейший? И как можешь ты, лающий, считать себя богом? Анубис изображался в виде шакала или собаки, а чаще всего в виде человека с шакалей или собачьей, или даже волчьей головой. Культ Анубиса был шелако распространен в Египте, а позднее далеко за пределами Нильской долины. В рассказе о красноречивом поселянине, обиженной вельможей, поселянин взывает к Анубису, как к последнему покровителю. В элистическое время богатый землевладелец Аполлоний и его домоправитель Зенон поставили вативную стелу собакоглавому богу. Блаженный Августин, цитата, из Вергилия громит безумие римской знати, которая принимала в свой пантеон всевозможных чудовищных богов и лающего Анубиса в своей Энеиде. Культ Анубиса в ходе исторического развития подвергался различным изменениям. На заре египетской истории Анубис выступает как бог мертвых. Почитание шакала как бога мертвых было развито уже в глубокой древности. Шакалы, а также гиены, разрывают могилы, вырытые в песке и пожирают трупы. К шакалу обращались с молитвой, просьбой не нарушать вечного покоя мертвых. Развиваясь, такое отношение, писал Владимир Викентьев, привело к обоготворению шакала и к воззрению на него, как на пособника Исиды, при отыскании разбросанных по всему Египту частей Осириса. А всякий умерший отождествлялся с Осирисом, как на охранителя тела, его бальзамировщика и руководителя во время хождения по загробным мытарствам. После того, как Осирис стал владыкой загробного мира, Анубис выступает в роли проводника души на суд Осириса, где наблюдает за психостасией сердца покойного. По всей вероятности, Анубису возносили молитвы, прося предотвратить смерть. На это указывает наличие амулетов, предохраняющих людей от смерти, с анубическими собакоглавыми изображениями. Лукиан сообщает нам, что святотатцы, ограбившие храм Анубиса, среди прочих сокровищ унесли из серебряных кенокефалов. В функциях святого Христофора мы наблюдаем аналогичное явление. К нему взывают с просьбой снять смертельную болезнь, спасти от ангела смерти. В Византийском музее в Афинах есть икона, где изображен святой Христофор кенокефал, предстоящий перед архангелом Михаилом, который, согласно христианскому мировоззрению, уносит человеческую душу, как бы умаляя грозного посланника пощадить человека. Святой Христофор выступает перед нами так же, как неспровергатель и отгонитель демонов. Из проводника по загробному миру Анубис со временем сделался покровителем земных дорог и путешествующих, вобрал в себя функции бога Вепуата. Это тоже не чуждо святому Христофору, который является покровителем дорог, путешествующих и плавающих, и даже автомобилистов-гонщиков, для которых существуют специальные храмы в честь святого Христофора, где они могут молиться, не выходя из гоночных машин. На дорогах Франции в автомашинах можно часто увидеть амулет с изображением святого Христофора. В образе Анубиса мы тоже встречаемся со злым и добрым началом. Это особенно ярко проявляется в сказке о двух братьях, которую можно характеризовать как апокрифическое произведение, повествующее нам о земной жизни Осирица, который в сказке фигурирует в роли младшего брата Бата, душа хлеба. В образе старшего брата Анубу, то есть Анубиса, который, как справедливо утверждает Маспера, стоит в тесной связи с богом, псом, египтян. Слелись два представления о собакоглавом Анубисе, как о злом, страшном существе и более позднем, как о добром, помогающем в трудный час божества. Сначала Анубу выступает как жесткая безжалостная сила над младшим братом, который выполняет для него различные работы по дому и поле. По научению своей жены, оклеветавшей Бата, Анубу пытается его убить, но узнав правду, по повелению свыше обращает свой гнев на жену. Бата же покидает своего старшего брата и уходит в долину Кедра. После этого события Анубу из гонителя превращается в верного друга и помощника своего младшего брата, спасая его от козни и жены, которую боги сотворили для Бата. Таким образом, мы видим, что подобная метаморфоза произошла задолго до появления христианства, которое заимствовало древний кенокефальный образ, приспособив его к новым условиям. Можно с уверенностью сказать, что древнее египетское божество продолжает жить в христианском образе святого Христофора Кенокефала. Существует целый ряд изображений святого Христофора Кенокефала, поражающего копьем дьявола, поверженного на землю. Источник. Сборник «Древний Восток», 1975 год. Максимов. Образ Христофора Кенокефала. Сборник «Древний Восток» Сборник «Древний Восток» Сборник «Древний Восток» Сборник «Древний Восток»